Я уже говорил о том, что несколько различаются, несколько похожи команды сегодня по игровой форме, но довольно сильно они различаются по игровым характеристикам. Конечно же, турнирное положение имеется в виду, если Краснодарская Динамо в числе лидеров чемпионата по различным характеристикам, которые не относятся к итоговому счету, это количество набранных очков и так далее. Краснодарская Динамо сейчас на первом месте в турнирной таблице, 6 очков, столько же у Московского Динамо, у Уралочки, у Заречья Одинцова, но по дополнительным характеристикам они пока Динамо Краснодарскому уступают. Волейбольный клуб Варуниш, сегодняшние гости сейчас находятся на 10-м месте в Суперлиге. Команда провела две встречи, ни в одной из них не смогла одержать победу 0-3-0-3. Сначала сегодняшние гости уступили в первом туре Уралочки, во втором туре проиграли дома волейбольному клубу Заречья Одинцова с таким же точным счетом. 0-3, Краснодарская Динамо, для поклонников, наверное, новостью это не будет, для тех, кто с сегодняшнего дня начинает за Краснодаром следить, расскажу. Краснодарская Динамо в первом туре здесь в Краснодаре обыграла волейбольный клуб Метар со счетом 3-0, ну а во втором туре в гостях в Санкт-Петербурге белоголубые выиграли с таким же точным счетом 3-0 у местного клуба Ленинградка. Вот сегодня опять соперник не самый сильный, соперник из аутсайдеров российского чемпионата Воронежа, и это, наверное, очень хорошо, разговаривал я после первого матча с Метаром, с девчонками Краснодарского Динамо, и они в один голос ствердили, что вот такой старт-старт с легкими соперницами, это пойдет только на руку команде, потому что в команде есть новые силы, которые мне удалось перед началом сезона должным образом в составе влиться, некоторые из них были на чемпионате Европы, и вот эти вот матчи с легкими оппонентами пойдут на пользу, команда ищет свои какие-то игровые взаимодействия, свою игровую модель, и пока, нужно сказать, неплохо, в общем-то, ищет. Начинает подавать сегодня Краснодарская Динамо, Любовь Соколова, а капитан команды ведет мяч в сегодняшнюю игру. Все готово к матчу, и к матчу, итак, Краснодар, Дворец Спорта Олим, Краснодарская Динамо принимает волейбольный клуб Воронеж, и все, к началу матча готово. Татьяна Кошелева сегодня наконец-то появилась в стартовом составе, сейчас вам ее показывают, дал отдохнуть Константину Ушаков, своему лидеру в первых двух турах, конечно, на площадке она появлялась, но не так много времени проводилась, как, наверное, персональным поклонникам Татьяны хотелось бы. Первая подача и Любовь Соколова. Не удается гостям первое, казалось бы, нужное такое очко заработать и получать, так что ошибка гостей и точная атака Татьяны Кошелевой приводит к тому, что Краснодарская Динамо в этом матче выходит вперед. Конечно, хотелось бы зрителям, чтобы, ну, например, второй матч, который проходит здесь в Олимпе, второй матч сезона завершился так же точно, как матч первый, вы тогда довольно, напомню, довольно легко метар в Краснодарке обыграли, но будем смотреть. Еще одна подача с Шашковой, ну, Соколова, под фамилией Соколова выступает она в российском чемпионате, Филиштинская и Наталья Малыха, не совсем так, по дуге несколько атакует и не доставляет проблем вот этот мяч гостям, но зато у гостей пока не очень все хорошо в атаке и 2-0. Очень далеко в аут после атаки воронежских фолейболистов улетает. Любовь Соколова, третья подряд подача. Светлана Куречкова, отлично работает до утки, Филиштинская и Татьяна Кошелева. Второе очко пока не зарабатывает. Опять аут, опять очко Краснодара, опять мы увидим Любовь Соколову на подаче, 3-0. Все как планировал, наверное, Константин Ушаков, все начинается для его команд довольно-таки неплохо. Вновь Анастасия Самойленко в стартовом составе Краснодарского «Динамо», человек, который именно под стартовым составом в любом случае и сюда подъезжал. Любовь Соколова. Не получится акцентированная атака у гостей, не получится она и у хозяек Кошелева. И первое очко зарабатывает волейбольный клуб «Воронеж». Екатерина Шкурихина, автор этого первого очка, ну и первая подача в исполнении «Воронеж» сейчас нам будет предоставлена. 3-1. Впереди пока хозяева. Екатерина Йенина, связующая «Воронежа». Крючкова, Филиштинская. И первым темпом Анастасия Самойленко зарабатывает четвертое очко для своей команды и первое очко пока для себя. Ирина Филиштинская после первого матча с Митаром уверяла, что Константин Ушаков в первую очередь заставляет ее задействовать первый темп для того, чтобы, ну, несколько неожиданно «Динамовки» выглядели для своих соперниц. В первом матче довольно неплохо удалось с этим справляться. Анастасия Самойленко много очков набрала, но тогда больше всех очков первого матча 17 набрала не Анастасия Самойленко, а еще один новичок краснодарского «Динамо» Наталья Малых. Сегодня Наталья Малых пока не отличалась, но пока у нее возможности такой не было, потому что Ирина Филиштинская в основном пасует на Татьяну Кошелеву, и Татьяна Кошелева Ирину Филиштинскую не подводит. 5-2 в пользу краснодарского «Динамо». Практически без альтернативен сейчас связующий состав у краснодарского «Динамо» исключительно Ирина Филиштинская. Есть, конечно же, еще девчонки из волейбольного клуба «Динамо-2», но уверен в том, что именно Ирина Филиштинская до тех пор, пока Фубиола не появится в стартом составе, будет задавать темп своей команды. Фубиола сегодня здесь, на трибунах ягодных выпил, но видел, извините за оговорку, видел, но пока поговариваю, что у нее травма совсем скоро восстановится и, конечно же, будет играть. Но нам, россиянам, очень приятно, что российское связующее, экс-игрок сборной России, ну и, конечно же, мы надеемся на то, что игрок сборной России на Олимпийских играх, Ирина Филиштинская, получает так много игрового времени. Только через игру вызову состав сборной России, наверное, и приходит. Казалось бы, блоком удалось смягчить краснодаркам вот эту вот атаку, но в любом случае мяч приземлился в площадку, в площадку на стороне краснодарского «Динамо». А Екатерина Шкурихина четвертое очко своей команде принесла и 5-4 совсем близко гости к «Динамовкам» уже подобрались. Татьяна Кошлева. Невозможно пока ее сегодня остановить. 6-4 делает на счет. Если мне память не изменяет, а она мне переднически изменяет, Татьяна набирает свое уже третье очко в этом матче, то есть половину «Динамовских» очков именно лидер команды набрала. 6-4, Татьяна Кошлева на подаче. Блок аут на Екатерину Шкурихину. Очко будет записано. Соответственно, 6-5, 5-6 в пользу краснодарского «Динамо» и Екатерина Громова диагональная сегодняшних гостей на подаче. Кошлева. Прием хороший. Любовь Соколова. И практически по линии немножечко так в диагональ ушел этот мяч, но седьмое очко Любовь Соколова своей команде принесла. Здорово, можно сказать, в обводочку сыграла Любовь Марина Морюхнич. И еще раз Екатерина Шкурихина, пока именно от нее исходит такая самая серьезная угроза для краснодарского «Динамо». А это новичок краснодарского «Динамо» Наталья Малых. Шкурихина. Да, с приемом не очень получилось. Улетел мяч на сторону соперницы. Без особых проблем произошла скидка и сравнял Воронеж счет в этом матче. 7-7. Вновь Екатерина Шкурихина на подаче. Наталья Малых на наших экранах. На сей раз довела неплохо Кошелевая, неплохо, казалось бы, передачу отдала Ирина Филиштинская, но на первый технический тайм-аут в рамке лидера уходят сегодняшние гости в волейбольный клуб «Воронеж». Вот такие вот они дела. Интересную статистику сегодня удалось посмотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации волейбола. Она касается результативности отдельно взятых личностей в составах отдельных команд. Вот, например, по личной статистике во втором туре не в лидерах игроки краснодарского «Динамо». В очках на блоке в числе лучших Самойленко Анастасия. Она 6 очков в матче против Ленинградки набрала. И на очках с подачи, то есть на эйсах, 3 очка заработала Наталья Малыха. Вот в первом туре намного все интереснее. Наталья Малых набрала 17 очков. В ходе 50-х он вошла в десятку лучших атакующих игроков чемпионата России. И на очках с подачи 6 эйсов в исполнении Александра Пасынкова тогда мы увидели вот такие вот они показатели. 8-7 в кольт Воронежа Екатерина Шкурихина подает в сетку и дарит 8-ое очко краснодарского «Динамо». Счет сравнивается. И вновь Шкурихина. На сей раз Светлана Кличкова смогла принять ее атаку. А вот Наталья Малых неудачна. Атакует, атакует в сетку и 9-8 в пользу Воронежа. Ну, если все так пойдет, то и второй тайм-аут уже не технически. Скорее всего, совсем скоро мы увидим. Константин Ушаков вынужден будет вносить какие-то коррективы в игру своей команды. Пелестинская и Любовь Соколова отдают 10-е очко в волейбольном клубе «Воронеж». Довольно неожиданно гости на 2 очка в первом сете впереди хозяек. Римма Гончарова как раз подавала, экс-игрок Краснодарского «Динамо». 11-е очко. Вот так вот все получается не очень хорошо для Краснодарского «Динамо». Екатерина Громова и как раз тот самый тайм-аут, о котором я говорил. Тайм-аут, который взял Константин Ушаков на наших экранах. Конечно же, нужно что-то менять. Уж простят меня воронежские болельщики, но по составу Краснодарская «Динамо» выглядит намного сильнее. По игре пока этого не скажешь. Ну что ж, чем интереснее сегодняшний матч. Первая встреча, если говорить о какой-то нотке борьбы, о нотке какой-то интриги, не так интересно, наверное, была. Но сегодня мы видим, что в плане захватывающей борьбы все вроде бы неплохо. Римма Гончарова, человек, который из Краснодара в Воронеж переехала в этом межсезонье, сейчас на подаче. Один из лидеров нового для себя коллектива «Сейчас Римма». О ней, конечно, сегодня побольше поговорим, если предоставится такая возможность. Ну а пока возможность для разговора предоставляет Любовь Соколова, которая обманывает блок Воронежа. И 9-11 не в пользу Краснодарского «Динамо». Соколова. Блок одиночный, одиночный блок в исполнении Татьяны Кошелевой. Здесь, конечно, Татьяна молодец, но не очень все хорошо с пасом было у Воронежа, не очень все хорошо, как следствие, получилось с атакой. И 10-11 вплотную хозяйки к гостям приближаются. Любовь Соколова. Снова блок. На сей раз не одиночный, но тоже довольно-таки простая ситуация была для Краснодарского «Динамо». Татьяна Кошелева. Со мной, Ленка. И не удалось сравнять положение, выровнять положение в этом сенте. На два очка вновь впереди гости. Гости. Давайте, большие, сильнее, сильнее, сильнее. Ну, наверное, очевидно было в прямой стороне, каким именно образом будет складываться атака Татьяны Кошелевой. Ну и, соответственно, прочитали. А сейчас Татьяна Кошелева ошибается на приеме и, соответственно, 13-11 в пользу Воронежа. Именно в приеме была задействована Татьяна в предыдущем матче, в матче с Ленинградкой. Особо она не атаковала. Развивает у нее качество приема к наставке шагов. Иногда получается, иногда не очень удачно. Вот сейчас все, казалось бы, срослось. Наталья Малых, очко А-19-13. Наталья Малых! Именно Наталья Малых, как я уже говорил, сейчас лидер Краснодарского «Динамо» по количеству набранных очков. Но это просто пока еще Татьяна Кошелева не играла. Конечно же, сейчас и слева, и справа есть две равнозначные девушки. Конечно же, есть на замене еще Александра Пасынкова, которая является действующим игроком сборной России, которую со счетов, конечно же, списывать ни в коем случае нельзя. 12-13 между тем пока в пользу Воронежа. Самой Ленка. Блок-аут. На склон Суховерову это очко будет записано. И вновь два очка преимущества волейбольного главного Воронежа. И сама героиня предыдущего эпизода исполнит подачу. Посмотрим, насколько хитрая и неожиданная она будет для хозяев. Хитрая и неожиданная для гостей получилась вот эта вот атака и 13-14. Ну, видно, 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 что Суховерова сейчас нервничает. Конечно же, не то она хотела сделать. Свою подачу сейчас Ирина Филишкинская исполнит. И подача эта довольно, казалось бы, успешная. Мяч от принимающей стороны улетел на сторону краснодарского «Динамо». Но, к огромному сожалению, для местных поклонников, для поклонников краснодарского «Динамо» Светлана Кричкова не смогла должным образом вот этот мяч обработать. И вновь два очка. 15-13 в пользу Воронежа. Малых. Очко. Макая малых. Не желают «Динамо» вке на второй технический перерыв входить в рамки отстающих. И поближе немножко подпираются к Воронежу. 14-15. Татьяна Кошлева на подаче мы сейчас увидим. Кошлева. Не такая укропливая атака получилась, как вы, наверное, ее учили. В задней линии также не все удачно получается. Любовь Соколова и 15-15. Ну, конечно же, есть ощущение. Ощущение того, что в любой момент хозяйки сегодняшние могут прибавить. И что вот этот счет, который там, ну, видели, с разницей в три очка, это не то, чего хочется «Динамо». Не то, наверное, чего оно по составу заслуживает. Но составы не играют в волейбол. Волейбол в любом случае играет... В волейбол играют в любом случае игроки. Извините за тавтологию. Ну и в первой половине первого сета лучшего этот сам волейбол играл Воронеж. Ну а ближе к концу вперед вышла «Краснодарская Динамо» 16-15 в пользу коллектива из Краснодара. Если говорить о коллективе из Воронежа, то на данный момент лидерами команды являются Наталья Фролова. В двух играх она набрала 17 очков. Римма Гончарова, экс-игрок Краснодарского «Динамо», в двух играх 12 раз отличалась. Ну и Наталья Думчева 10 очков пока набрала. Сегодня, конечно же, положение вещей изменится, но пока вот так все увидится. Сегодня зашел на официальный сайт волейбольного клуба «Воронеж». И там есть такое интересное голосование, в котором задается вопрос, на какое место по итогам первого раунда Кубка Победы может рассчитывать воронежская команда. Но голосование давно было осуществлено. И вот много людей проголосовали за то, что все-таки будет на четвертом месте их команда. Но не все удачно сложилось в Кубке Победы у сегодняшних гостей. Не все удачно сложилось и у сегодняшних, конечно же, хозяек. Будем смотреть на чемпионат. Именно он определяющий, именно он приносит те или иные дивиденды, медали, места в Еврокубках, в которых, конечно же, Краснодарскому «Динамо» хочется попасть именно в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Мне показалось, что в площадку попала Татьяна Кушелева, то же самое показалось сутье. И 17-15 на 2 очка впереди теперь. «Белый-голубые» будет, наверное, так их называть, потому что это общепринятое выражение, которым все называют клубы, которые выступают за спортивные общества «Динамо». Но пока в «Белый-голубых» цветах «Динамо» мы не видели. Был розовый, сегодня вот приятно фиолетовый. И пока 17-15 в пользу хозяек. «Филиштинская» — Соколова. Атаковать ей пришлось по такой, по высокой дуге. И, как следствие, 16-е очко, заработанное гостями. Вновь Екатерина Громова. Стала героиней вот этого промежутка, вот этого эпизода. Два человека, да, Шкурихина и Громова сейчас доставляют много проблем краснодарскому «Динамо». «Филиштинская» и «Малых». 18-16. Марио Кич. Римак Гончарова атаковала, но не очень удачно. Зато все, второй раз подряд у Натали Малых получилось. И 19-16 уже трехочковое преимущество у краснодарского «Динамо». Тайм-аут. Леон Джигинян берет. Довольно давно он своим коллективом руководит. В прошлом сезоне именно его коллектив под управлением Леона Джигиняна впервые выступил в Суперлиге. Выступил, ну, наверное, не плохо. Десятое место по итогам сезона команда «Воротишь» заняла. Леон Джигинян после сезона говорил, что это неплохо, что в следующем сезоне команда его будет больше, наверное, стремиться. Посмотрим. Чемпионат России в этом году играется по довольно неожиданной системе. Не будет в этом сезоне плей-офф. Сразу же четыре первые команды, которые по итогам регулярного чемпионата окажутся наверху турнированной таблицы, сразу же разыграют места с первого по третье, ну и, само собой, с первого по четвертое в финале четырех. А плей-офф не будет, не будет битвы за пятое место. Что будет по итогам регулярного чемпионата, то и будет у команд. Принято такое решение, наверное, в связи с тем, что сборной России, да и, как остальным, сборным европейским, в этом сезоне придется бороться за попадание на Олимпийские игры, бороться в квалификациях. Екатерина Шкурехина на подаче. Татьяна Кошелева на приеме, но и в то же время не на приеме. 18-19. Так вот, продолжу о регламенте российского чемпионата. В этом сезоне никто из этого самого чемпионата, никто из играющих коллективов не вылетает. То есть, довольно позитивно об этом высказывался главный тренер Митара после матча с Динамо. Он говорил, что это хорошо, мы будем наигрывать новые связи, мы будем наигрывать молодежь. Мы будем стремиться к тому, чтобы в следующем сезоне вот с этим же составом уже громко пытаться заявить о себе. В общем, ничего страшного не будет ни для тех, кто займет последнее место, ни для тех, кто займет место предпоследнее. И никто еще раз, повторюсь, не вылетает. 19-19. Гости смогли выровнять положение. Наталья Малых. Шкурехина. Кошелева принимает. И Любовь Соколова не в ту зону, где было пусто. Отправляет мяч. Светлана Крючкова. Наталья Малых вынуждена просто перекидывать мяч через сетку. Акцентированная атака получится у гостей. И Екатерина Шкурехина 20-е очко зарабатывает для Воронежа. Вот так вот неожиданно складывается пока первая партия для Белоголубых. Шкурехина. Келештинская отправляет в атаку Наталью Малых. И Наталья Малых отправляет свой мяч недалеко, но в аут. 21-19 с пользой Воронежа не улучшим психологическим наверху состоянием сейчас хозяйки. И для того, чтобы встряхнуть свою команду, тайм-аут берет Константин Ушаков. Делать нужно, конечно же, выводы. Несколько инертно. В некоторых элементах Виала смотрятся краснодарские динамовки. Есть ошибки в атаке, есть ошибки на приеме. Вот Татьяна Кошникова, которая нам показывает. Один-два раза точно она довольно в безобидных ситуациях ошиблась. Что ж, посмотрим, что сейчас может нарисовать такого Константин Ушаков, чтобы его команда исправила положение. Исправить, конечно же, можно, но сделать это будет сложно. 21-19 в пользу Воронежа, именно воронежские волейболистки на подаче Екатерина Шкурихина. Оказалось бы, все складывалось для «Динамо» здорово. Три очка преимущества к концу сета, но не лыком, что в Воронеже сумели они сначала отставание нивелировать, а затем и сами выйти вперед Татьяна Кошелева. Прием, 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 хочется сказать Татьяне Кошелевой. Надеюсь, она, наши посылы, посылы болельщиков Краснодарского «Динамо» услышит. 22-19. Я не сомневаюсь, в какую зону сейчас атака пройти пойдет. Конечно же, в центральную, ту самую, где Татьяна Кошелева находится. Татьяна Кошелева на себя и распринимает здорово. Наталья Малых здорово атакует. 20-22. Помогаем, я подачу поддерживаю! Константин Ушаков посмотрел на скамейку, где сидят запасные игроки. Наверное, подумал, кого-то, может быть, и ввести какие-то новые силы в игру. Но пока никаких перестановок мы не видим. Потом увидим, как по-прежнему в трех очках от Краснодарского «Динамо» находится волейбольный клуб «Воронеж». Конечно, Римма Гончарова, которую многие болельщики Краснодарского «Динамо» помнят. Не так часто она играла, практически не играла вообще, но долгое время в составе «Динамо» числилась. Была лидером молодежной команды, затем ее стали привлекать в работе с командой основной. Ну вот сейчас она выступает за «Воронеж» и выступает неплохо. Сейчас можно сказать, что Римма Гончарова своим не самым удачным приемом своей бывшей команде помогла 21-23. А вот она и замена Александра Пасынкова в составе Краснодарского «Динамо» появляется. Любовь Скалова отправляется отдыхать. Александра Пасынкова уходит на подачу. Особенно в первом туре подачи Александра Пасынкова отличалась три раза подряд. Эйс, затем по ходу матча еще трижды она сухие подачи выдавала. Что будет сейчас? И сейчас Эйс! Сразу же при появлении на площадку Александра Пасынкова. 22-23. Здорово вошла в игру. Еще одна подача. И не так здорово, как хотела Пасынкова. Ходили болельщики Краснодарского «Динамо» просто-напросто в севту. 24-22. Пару сутболов мы увидим. Екатерина Енина. Крючкова, Филиштинская отдает на Кошелеву. И Кошелева. Атака, которая смягчил блок, не зарабатывает очко, но зарабатывает очко ее команда. 23-24. Анастасия Самойленко. На заднем плане Юрий Маричев, главный тренер сборной России. В любом случае за Анастасией Самойленко наблюдает. Она потенциальный игрок сборной страны. Случится ли сейчас окончание первого сета? Да, оно случилось. 25-23. Очень неожиданно первый сет выигрывает волейбольный клуб «Воронеж». Этот выигранный сет вообще первый в этой Суперлиге для сегодняшних костей. Что же, здорово. Тем интереснее будет наблюдать за сегодняшним матчем. Уже мы видим, что гости могут бороться с одним из грантов Российской Суперлиги. И теперь придется Константину Ушакову делать какие-то выводы по этой игре, по этому сету. И, наверное, многие из болельщиков, тех краснодарских, которые на сегодняшний матч не пришли, уже жалеют. Им придется смотреть все по монитору компьютера, по экранам телевизоров. Лучшие моменты первого сета сейчас нам показывают. Лучшие моменты, которых больше было у волейбольного клуба «Воронеж», потому что именно волейбольный клуб «Воронеж» первый сет этот самый выиграл. Были, конечно же, проблески и у краснодарского «Динамо». Но была и масса ошибок, пока не так все хорошо на приеме. Подождем, посмотрим. Ну, давайте пока такой небольшой перерыв. Несколько слов скажем о сборной России по волейболу, в которую масса, наверное, игроков краснодарского «Динамо» будет привлечено. Я просто сегодня новости прочитал. Новости довольно-таки интересные. Они не сегодняшние, но для меня они стали открытием. Стали известны соперники по группе женской волейбольной сборной России на Европейском Олимпийском отборочном турнире. Так вот, россиянки попали в группу «Б», где сразятся с Италией, Бельгией и Польшей. В начале января с 4 по 9 число в турецкой Ангаре пройдет этот турнир. Тот, кто победит в нем, получит прямую путевку на игры 20-16. Для того, чтобы победить, нужно занять сначала первое место в группе своей, затем во втором матче, затем в финальном матче обыграть тех, кто займет первое место в группе А. Там Турция, Германия, Голландия и Хорватия. Посмотрим. Команды, занявшие второе и третье места, отправятся в еще один квалификационный турнир. Там уже будут не только европейские национальные команды. Огромный баннер, к которому уже привыкли болельщики Краснодарского Динамо. Неизменно после первого сета на трибунах он появляется. Ну, надеюсь, сейчас девчонки, которые выступают за Краснодарское Динамо на баннер, на этот посмотрят. Вспомнят, что выступают они дома, вспомнят, что домашние трибуны сегодня за них. И, наконец-то, начнут показывать ту игру, которую от них ждут трибуны. Еще раз повторюсь, непереполненные трибуны, непереполненные, к сожалению, для Краснодарского Динамо, непереполненные трибуны Краснодарского Дворца Спорта Олимп. Ну что ж, команда играет так, как позволяет ей соперник. И сегодня не позволяет соперник, не позволяет волейбольный клуб «Воронеж». Краснодарскому Динамо показывает все свои силы. И этот сет своей подачей начнут сегодняшние гости. Четвертый номер Екатерина Йенина. Александра Пасынкова сейчас на приеме. Татьяна Кошелева отправилась ненадолго отдохнуть. Сделал Достанкин Ушоков определенные выводы. И именно в зону Пасынкова, наверное, сейчас пойдет подача. Нет, Соколова. Извините, немножко подошибся. Это Наталья Ходунова была. Просто такая девушка-блондинка. Перепутал, молодая. Наталья Ходунова, доигровщица Краснодарского Динамо. Зарабатывает первое очко для себя, если мне не изменяет память в этом сезоне. Вновь Ходунова и вновь прием удачный. И удачная атака у Натальи Малухи. 1-1. Точно в уголок отправила она мяч. И, как следствие, набранная очко Ирина Филишкинская. Подача которой принесла огромные проблемы для соперниц, потому что мяч после того, как его Ирина Филишкинская попыталась отправить на сторону соперниц, коснулся сетки и по неожиданной для Воронежа траектории опустился точно в площадку. 2-1 Краснодарская Динамо впереди. Филишкинская. Блок сработала еще одна атака Екатерины Громовой. Наталья Малых. Гробова зарабатывает второчку для своей команды и сравнивает в этом сете счет. Много где Громова поиграла за свою карьеру. Были Ленинградка и Енисей, была Балаковская АЭС. Марина Мариухнич. Очко 3-1. Верное, единственное верное решение Марина приняла вот в этой ситуации. Смотрите, да, Филишкинская, наверное, предполагала, что Марина будет отковать первым темпом, но с атакой здесь не срослось. Это было очевидно. Таким образом, просто перекинула мяч на сторону соперниц, в ту зону, в которой никого как раз и не было. Наталья Хуннова, первая ее подача в этом матче. 3-2 Краснодарская Динамо впереди. Крючкова. 3-3. Не знаю, как вы, но мне вот исключительно поаплодировать бы в начале первого сота хочется Константину Ушакову вот именно за девчонку под девятым номером, молодую для игровщицу Динамо, которой совсем недавно, 20 лет, исполнилась за Наталью Худунову, потому что она с первых минут составе и в этом составе продолжает находиться. Александра Пасынкова. 4-3. Действующая чемпионка Европы. И действующая игрок Краснодарского Динамо. 4-3. Мариух Нич. Еще и атака, если получится у Натальи Малых, то вообще здорово будет получилось. И сейчас Блок не ловит. То, что поймать было, в принципе, не в силах. И Марина Маревнич отправляется на скалечку. Вновь уходит на площадку Светлана Крючкова. Худунова. Хорошая доводка. И Александра Пасынкова очко зарабатывает. Да, 5-4. По удобной траектории летел на Ирину Пешкинскую вот этот вот мяч. Не самая, может быть, лучшая передача в ее жизни была, но... Смогла Наталья Малых преобразовать ее в очко. А сейчас Наталья Малых в очко смогла преобразовать свою подачу. Помогла, конечно же, сетка. Она несколько изменила полет мяча. 6-4. Краснодарская Динамо впереди. Малых. Вторая подряд подача. Опять сетка. И на этот раз смогли принять мяч соперницы Светлана Крючкова. Наверное, не стоило блоку перекрыть этот мяч. Наверное, стоило отправить его все-таки в сторону кого-то из своих игроков, в сторону какого в Динамо. Но получилось так, как получилось. 6-5. Три ножка Урихина. Вновь Наталья Худунова хорошо приняла. Александра Пасынкова. И Пасынкова. Попытка номер два. И вновь принимает мяч после ее атаки. И шестое очко зарабатывает Воронеж, сравнивая счет в этом сете. Светлана Суховерова. Да, действительно, огромный молодец в этом первом эпизоде. Семь-шесть. Мяч после подачи в аут улетает. И седьмой мяч в укрестандартской Динамо зарабатывает. К огромному нерву, к сожалению, не видим мы сегодня одного из самых любимых элементов в женском волейболе. Это силовой подачи. Нет, ни в Краснодаре, ни в составе Воронежа тех, кто эти силовые подачи может осуществлять. Зато, например, в Краснодаре есть Александра Пасынкова, который уже второй эйза. Сегодняшний матч зарабатывает. И в 8-6 на перерыв с лидерами уходит Краснодарская Динамо. Перерывка будет небольшим. Это технический тайм-аут Константину Шаковну. Очевидно, что он по-прежнему не доволен действиями своих подчиненных. Довольно эмоционально он объясняет то, что нужно делать. Даже не прибегает к такому традиционному планшету, с которым он очень часто стоит. Ну что ж, посмотрим. Понятно, что сейчас, наверное, в первую очередь эмоционально нужно девчонок зарететь. Не вносить какие-то тактические коррективы. Должны быть свои эмоции. В любом случае в волейбольном клубе «Воронеж» Ливон Джигинян персонально беседует с Екатериной Шкурихиной. Именно она сейчас определяющие какие-то такие действия в составе своей команды выполняет. Можно к ней переплюсовать Екатерину Громову. Справа и слева девчонки здорово сегодня работают, здорово сегодня атакуют. Но вот Константин Ушаков только-только отпустил своих подопечных на площадку. Намного больше, намного эмоциональнее он с ними разговаривал, он с ними беседовал. По-прежнему на площадке Самойленка. По-прежнему в деле Наталья Ходунова, 20-летняя доигровщица краснодарского «Динамо». И ждем от нее, конечно же, результативных удачных действий от Александры Пасынковой. Ждем продолжения удачной атакующей серии подачи. И снова очко на подаче. Прямое очко на подаче Александры Пасынковой. Это третье очко ее уже. 9-6. Филишкинская и Самойленка первым темпом 10-е очко для своей команды зарабатывают. Это здорово. Прямо в уголок площадки Самойленка попало. Вот первым темпом у Воронежа не получилось этого сделать. И Наталья Малых, 11-6. Удалось, удалось эмоционально злитнить команду. Ушакову, главному тренеру. Сейчас это же, наверное, будет пытаться сделать Ливон Джигинян. Именно он вот этот тайм-аут, вынужденный для своей команды берет. Но не очень прямо эмоционально он со своим девчонками разговаривает. Так спокойно объясняет, что вам нужно делать. Посмотрим. Отлично, Валич. И 9-й сектор так держать. Хорошая поддержка. Хорошая. Здоровый сектор. Вы наша надежда с этой стороны. Поэтому давайте ножку усиливаем. Мы с ней раздавнение. Звучит, конечно же, по трибунам голос такого заряжальщика, диктора, что нужно усиливать давление. Этим же занимается талисман краснодарского Динамо Ястреб. Наверное, всем хочется, чтобы громче звучали трибуны. Но сегодня трибунам особо громче звучать не получится. Потому что не так много, как хотелось бы сегодня болельщиков на трибунах Олимпа. А между тем, четвертый эйс в исполнении Александра Пасынкова и 12-6 в пользу краснодарского Динамо. Так вот, связана не очень хорошая посещаемость сегодняшняя, наверное, с тем, что в Краснодаре проливной дождь весь день. И побоялись попросту болельщики. Не захотели всюду портить себе настроение промоканием. Промоканием. Процедурой промокания. Наталья Малых. А вот и блок Краснодарский. Зарабатывает 13-е очко. Анастасия Самойленко и Ирина Филиштинская здорово сомкнули свои руки. И не позволили соперницам седьмое очко заработать. Установились на шести очках воронежские волейболисты. Довольно давно в их активе или пассиве, как изволите, горит вот эта цифра. Ну и, наконец-то, семь. Римма Гончарова. Свою бывшую команду вот таким образом огорчает. В Крымске начала Римма заниматься волейболом. А есть в ее исполнении 13-8. Семи лет волейболом в этом самом Крымске Римма занималась. Затем попала в молодежную команду Краснодарского «Динамо». Затем попала в состав основной. Не так часто на площадке появлялась. И вот было принято ей решение все-таки перейти и заиграть в основном составе другого коллектива. 14-8. В фонде Краснодарского «Динамо». Анастасия Самойленко на подаче. Удалось поднять вот этот мяч и... Наталья Ходунова. Еще одна Наталья Малых также не смогла соприкоснуть мяч с площадкой. Зато это удалось сделать блоку Краснодарскому в паре «Марюхнич-Филиштинская». Вообще здорово Краснодарская «Динамо» в плане центральных блокирующих выглядит. Это и «Марюхнич», и Анастасия Самойленко, которая сейчас на подаче. И, конечно же, не забываем о Екатерине Кривец, которая в любой момент может выйти и в любой момент не испортит никакую погоду. А вот так вот Наталья Ходунова одиночным блоком. 16-е очко для своей команды зарабатывает. 16-8, двукратное преимущество пока Краснодарского «Динамо». И второй технический перерыв в этом матче. Я уже говорил о том, что Воронеж в прошлом сезоне в Суперлиге дебютировал. Десятое место занял. Вообще, историю свою волейбольник над Воронеж ведет с сезона 2007-2008. В Первой лиге два года команда выступала. Сначала была бронза, затем золото уже было. В девятом-десятом году первое место в зоне Европы было в высшей лиге B. И команда как раз получила повышение в классе, попала в Суперлигу А. Четыре года там, вот в этой Суперлиге А, в высшей лиге А, извиняюсь, Воронеж выступал. Ну и в сезоне 14-15 дебютировал уже в чемпионате России среди женских команд в Суперлиге. Дебютировал неплохо. Десятое место это, ну, я считаю, что нормальный показатель при том составе, который, наверное, которым главный тренер Джигенян располагал. Показатель хороший. Засея Самойленко, которая в прошлом сезоне выступала за волейбольный клуб Амичка, перешла в Краснодарское Динамо. Масса игроков, масса лидеров Амички коллектив пополнила. Здорово, что Самойленко перешла именно в Краснодарское Динамо. Все-таки она потенциальный игрок сборной России в любом случае. 9-16 и Екатерина Генина на подаче в составе Воронежа. Ну и снова мы видим не самые удачные принимающие действия со стороны Краснодарского Динамо. 10-16. Сколько очков таким образом было подарено? Конечно же, статистика по окончании этого матча посчитает. Ну, я лишь могу сказать точно, что довольно немало. Вновь Екатерина Генина. Малых. Малых и блок Воронежский приносит двенастайчику своей команде. Здорово, ничего не скажешь. Климанова и Суховерова сработали в этом эпизоде. И вновь Малых. И на сей раз ее атака очку приносит. Здорово, Малых вообще умеет вот так по диагонали отправлять. Не раз уже замечал, что после ее атак мяч отправляется вот точно-точно под линию. И вновь Наталья Малых. В одиночку двойной блок Воронежа она, ну, осиливает, можно так, наверное, сказать. И в 18-17 таким образом счет. Именно филишкинская нападача. К ней, наверное, сегодня тоже есть определенные претензии. Но пока Динамо во второй партии ведет. Так что никаких претензий высказывать, наверное, не будем. Бибина сменила она Светлану Кричкову. И сменила здорово, наверное, именно после ее паса Наталья Ходунова очередное свое очко зарабатывает 19-11. Появление Ходунова, наверное, для многих неожиданно. Но еще раз повторюсь, я только аплодирую Константину Ушаку за то, что новые силы он состав, извините, привлекает. В прошлом сезоне очень многие ждали от Ушакова того, что будет он лучше варьировать свой состав. Такого, чего хотелось бы, не было. Краснодарская Динамо очень долго шло по сезону одними и теми же игроками. 2011 сейчас перерыв, тайм-аут берет главный тренер волейбольного клуба Воронеж. Так вот, в прошлом сезоне очень многие в вину Константина Ушакова ставили следующее. Команда очень редко менялась по ходу игры. То есть, довольно нечасто Константин Ушаков, даже в матчах, которые, казалось бы, проигрывались, прибегал к ротации состава. Сейчас видим, что с этим вроде бы все получше и все поинтереснее. Не так много, наверное, возможностей для ротации состава у сегодняшних гостей. Но, еще раз повторюсь, в этом сезоне из Суперлиги никто не выбывает. Так что, у всех, без исключения тренеров, команд, которые не претендуют на попадание в призовую четверку, потому что именно четверка в финале четырех будет выступать, наверное, есть возможность для, ну, так скажем, проверки состава, для того, для обстрела молодых игроков. Обстреливать, конечно же, нужно для того, чтобы уже в следующем сезоне коллективы выступали, коллективы выглядели должным образом. М20-12 в пользу Краснодарского Динамо. Первый темп Марио Хмельчей, 21-12. Марина Марио Хмельчевич! Наталья Хадунова. Краснодар! 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 И Марина Марио Хмельчевич, не сомневаясь, не откладывая дело на завтрашний день, 22-ое очко своей команде приносит. 22-12. Первый сет идет, наверное, по тому сценарию, по которому должен был, по мнению большинства болельщиков Краснодарского Динамо, пройти сет первый, но в первом сете не все получилось у Краснодарского Динамо, и он был проигран со счетом 23-25, а сейчас 23-12 во второй партии. То, чем грешила Краснодарская Динамо в первом сете, не самым удачным приемом сейчас видеться в исполнении гостей волейбольного клуба «Воронеж». Наталья Фролова появляется на площадке, а Наталья Хадунова продолжает в составе Краснодарского Динамо подавать. Аут! И 24-12. Наверное, сомневаться не будем, это, кстати, останется именно за Краснодарским Динамо. Таких волейбольных камбэков, наверное, в истории этой игры не было, чтобы со счета 12-24 кто-то в игру в сет, в партию вернулся. 24-12. Посмотрим, сколько смогут волейболистки «Воронежа» вообще набрать тогда в этом сете еще. 13 очков набирать получается. 24-13 в пользу Краснодарского Динамо, и на подачи сейчас мы увидим именно наших сегодняшних гостей, игроков «Воронежа». Бибина. И очков Наталья Малых зарабатывает 25-13 в пользу Краснодарского Динамо. Динамо. Дилы парней, молодец, молодец. Билы-клубы смогли набрать на 2 очка больше, чем в прошлом сете. А вот у гостей, у «Воронежа» получилось так, что 13 набранных очков практически в 2 раза больше они настреляли в сете номер 1. Сейчас лучшие моменты. Второй партии нам показывают. Конечно же, больше в ней отличались краснодарские «Динамо». Кино были и не самые удачные моменты, но в основном все шло по сценарию, который заранее, наверное, написал Константин Ушаков. 25-13, второй сет, 1-1 пока в матче. В любом случае сложно. Сложно будет краснодарскому «Динамо» сегодня. Этот первый сет уже показал. Хотя я, если честно, меня перед матчем один знакомый спрашивал, с каким счетом матч закончится, что-то будет. Я почему-то сказал, что я уверен, что 3-0, и в течение часа, часа десяти эта встреча будет завершена. Ошибался, и это очень хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Уже лучше. 1, 3, 4, 5. Что у нас дальше? Дальше краснодарская «Динамо» проведет матч в рамках чемпионата России на выезде. 30-го числа, в пятницу, белоглубые сразятся в гостевом матче с Енисеем. Домой краснодарская «Динамо» вернется в пятом туре чемпионата страны. И, угу-гу, какой соперник? 4 ноября, в среду, краснодарская «Динамо» примет «Динамо» казанское. Вот такой вот он суперматч. Только в пятом туре наступит. Еще раз повторюсь, 4 стартовых тура для краснодарского «Динамо» выглядели до сегодняшнего дня легкой прогулкой, возможностью наиграть состав. Ну, посмотрим, чем еще сегодня все закончится. Если говорить о Воронеже, то ему следующий матч, само собой, придется провести дома. В четвертом туре в Воронеж, пожалуй, волейбольный клуб «Амичка». Ну, а в пятом туре в Воронеж отправится сам в гости к волейбольному клубу «Братон». Ну, и, конечно же, не забываем, если говорить о краснодарском «Динамо», что совсем скоро белые клубы стартуют в розыгрыше Кубка ЕКВ, турнир, который в прошлом сезоне они выиграли. И 27 октября первый матч краснодарская «Динамо» проведет его после, кроме немецкого клуба «Гермес». Константин Ушаков, автор вот того самого выигрыша Кубка Европейской конфедерации волейбола образца прошлого сезона. В прошлом сезоне краснодарская «Динамо» также выиграла Кубок страны. Довольно неудачно команда выступила в розыгрыше чемпионата России в Суперлиге. Остановились на стадии 1-4 финала. Тогда «Уралочка» под руководством Николая Карполя смогла грозную силу под названием «Краснодарская Динамо» остановить. Только аплодисменты Карполю за то, что так долго он со своей командой работает. И вот таких успехов его команда, казалось бы, даже не в самые лучшие для екатеринбуржцев времена. «Краснодарская Динамо» достигает. «Филиштинская» Третий сет официально стартовал. И первое очко в третьем сете официально пока никто не набирает. На долгий розыгрыш, долгий и интересный. «Филиштинская» И вау бьет на сей раз Наталья Ходунова. И первое очко в третьем сете набирают сегодняшние гости волейбольных клуб «Воронеж». Именно они сейчас будут подавать. «Енина» Ходунова приняла хорошо. И Марюхнич не перехитрила. Зато плохое исполнение Марюхнича и Ходунова оказалось сильнее того, что предлагала атакующая сторона. Атакующей стороной в данном случае был волейбольным клуб «Воронеж». Наталья Ходунова в запасе у «Краснодарского Динамо» еще есть две молодые девчонки. Две девчонки, которые в прошлом сезоне еще выступали за «Динамо-2». Это Ульяна Ермолаева и Екатерина Синицына. Почему бы их сегодня, например, и не увидеть? Посмотрим. Марин Марюхнич, между тем, второе очко для своей команды зарабатывает. 2-1 впереди «Краснодарская Динамо». Вновь увидим на подаче Наталью Ходунову. Ну, между прочим, не только Наталья Ходунова. Вот сейчас довольно для многих неожиданно на площадке. В руле «Либера» сейчас не Светлана Ключкова, к которой все привыкли, а Мария Бибина. Именно ее, кстати, фотография вот Марии Бибиной был есть на развороте программки к сегодняшнему матчу. Наверное, не случайно знали что-то сегодняшние хозяева, те, кто эти программки делал. Ходунова. Филистинская. И задней линии хорошо. Ходунова блок-аут. 4-1. Ну, вообще, складывается такое впечатление, что Константином Ушаковым Наталья Ходунова выпущенная вообще вот на данный момент по тому, что показала она во втором сете, потому что начинает показывать в сете номер 3, пока лучший игрок на площадке сказал «Изглазил». Вал и после ее подачи мяч уходит 4-2. Светлана Суховерова идет осуществлять подачу в «Либерне» вокруг Воронеж. Наталья Малых. И Александра Пасынкова. Вот блока соперниц отправляет мяч в игровую зону своей площадки. Светлана Суховерова. Вторая подряд подача ее. 4-3. Впереди пока Краснодарская «Динамо». Ирина Пилиштинская. И Наталья Малых вынуждена была вот по такой высокой траектории атаковать. Дубина поднимает, казалось бы, этот мяч, но уже чуть раньше зафиксировано было очко в пользу Воронежа. Воронеж вновь сравнивает счет 4-4. Суховерова на подаче. Вообще, в Воронеже Суховерова довольно давно играет. Девушка, которая сейчас подает аж с 2008 года. Был перерыв. Она уезжала в Обнинск, но вот сейчас вернулась в почти уже свой родной город и продолжает за него выступать. Воронежский коллектив продолжает исправно набирать очки на подаче Суховерова. И уже 5-4 в пользу сегодняшних гостей. На сей раз Светлана Суховерова не подает так, как хотела бы. И 5-5 в пользу пока ничью. Марина Марюхович. Отправляется мяч после атаки Краснодарского Динамо. И вот таким вот образом Наталья Ходунова 6-ой очко соперницам дарит. Духовы, Духовы! Ирна Климанова подача. Наталья Малых. Ну, кому как не ей. Наталья Малых! Вносить перелом во вновь не так просто, как хотелось бы складывающая партию. И как раз Наталья Малых сейчас и продолжит играть. Вновь по своей любимой диагонали Наташа отправила мяч в площадку. Соперниц Малых. Подача. И зарабатывает Фролова Наталья. Седьмой очко для Воронежа. Два речи, господавцы, древние. Артемия Бронова. Филиштинская. Пасынкова. Еще раз Пасынкова. И на сей раз Блок Александра обыгрывает. Вот этого самого Блока. Мяч уходит в два, убили 7-7. Сама героиня предыдущего эпизода осуществит следующую подачу. Пасынкова. И вновь Фролова. Что ж, удачно, 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 пока Наталья Фролова вышла на замену в этом матче. Два очка подряд. Восьмое и седьмое для своей команды она набрала. Да, и на вот этот вот перерыв, на первый технический перерыв в третьем сете лидерами уходят сегодняшние гости в волейбольный клуб Воронеж. Да, не так просты гости, как на первый взгляд кажется. Не пошла у них игра в сет номер два, но в сет номер один. И вот пока в сет номер три все складывается довольно-таки неплохо для тех, кто сегодня приехал в гости. Не знаю, как он, но пока мне интереснее смотреть на то, как танцует группа поддержки, нежели на то, как играет краснодарская Динамо. Что ж, будем болеть за нашу команду и будем, конечно же, рассчитывать на то, что все-таки получится. Получится заработать то, что заработать, в принципе, краснодарская Динамо может. Но еще раз повторюсь, ни фамилии, ни имена играют в волейбол. В волейбол играют игроки и их наставники. Два, восемь-восемь. Вот такая ровная, ровно пока сет складывается, ровно пока складывается и матч. Вот на экранах вообще полное равенство один этим по сетам. Восемь-восемь в этой партии Анастасия Самойленко. Очень часто сегодня краснодаркам сетка помогает. Очень часто вот именно от сетки мяч отправляется в сторону соперниц. Филиштинская сейчас попыталась свою коронную, может сказать, скидку сделать. Не получилось. Ну вот, зато получилось у Натальи Хадуновой. Уже без всяких там скидок, акцентированной атакой, заработать девятое очко для краснодарского Динамо. Краснодарская Динамо впервые после вот такого продолжительного перерыва в этом сетке вперед выходит. И вторая подряд подача Анастасии Самойленко. Анастасия Самойленко сейчас и принимает здорово. А Наталья Хадунова здорово атакует. 10-8. И два очка подряд. Принесла краснодарскому Динамо Наталья Хадунова. Отличный показатель. Самойленко. Ну, коль пошла игра, сейчас... Нет, Хадунова сейчас другим образом отлично срабатывает. Она достает довольно непростой такой мяч. Ах! У Пасынковой, казалось бы, все получилось, но чуть-чуть не хватило для того, чтобы мяч не вниз улетел после примера, а несколько вверх, чтобы затем можно было переправить его на сторону соперниц. Ну что ж, 9-10. Римма Гончарова. Кстати, знаю несколько человек, которые сегодня специально на матч пришли для того, чтобы на Римму Гончарова посмотреть, на девушку, с которой они вместе тренировались, вместе в волейбол начинали играть. Еще одна девчонка, которая в составе сегодняшних гостей в волейбольном клубе «Воронеж» есть, которая родом из станицы Северска. Это Елизавета Шингарева. Ее, к сожалению, главный тренер нашей соперни сегодня еще пока на площадку не выпускал. Но есть вот такая вот воспитанница северского волейбола, воспитанница кубанского волейбола в составе волейбольного клуба «Воронеж». Кстати, выступает, казалось бы, неплохо Елизавета Шингарева, но сегодня почему-то игрового времени ей не дает. Зато есть игровое время у Натальи Ходуновой, которая вновь очко зарабатывает для «Краснодарского Динамо». Седьмое на ее счету, восьмое также, ну и девятое, собственно, у Натальи Ходуновой. Двенадцатое, извините, немножко переговорил, переусердствовал. 12-9 «Краснодарская Динамо» впереди. У Натальи Малых пока так же удачно атаковать, как у другой Натальи Ходуновой не получается. Десятое очко отдает она Воронежу. Краснодар пока впереди 12-10. Енина. Филистинская, ну и Ходунова. Филистинская и вновь на Ходунову. Ну, идет игра у человека. Почему бы ей не пасовать, пасует их, но вот этот вот привет, переданный Ириной Филишкинской, в очко трансформирует. 13-10. 13-10 это именно та цифра, на которой в прошлом сете застрял волейбольный клуб «Воронеж». 13-25 завершился тот сет. Ну а сейчас 13-11. Воронеж уходит на подачу. Светлана Суховерова. Бибина, Филистинская и Наталья Малых снова атакует. Далековато от игровой зоны. Аут. Довольно-таки солидный аут. Такое подарочное очко Воронежу. 13 пока для «Динамо» несчастливая цифра. Остановились пока на ней. Что сейчас? Сейчас Александра Пасынкова. С ее атакой гости справляются. Фролова. И вновь Пасынкова будет атаковать. И вновь здорово работает Ольга Фролова. Либера сегодняшних гостей. Да, действительно, две Фроловы сегодня у них. И одна из них зарабатывает очко. 13-13. Целиком полностью Ольга Фролова, которую только что мы на экранах видели героиня вот этого игрового эпизода. Ее именно заслуга. Здорово. Она дважды приняла мяч после атак Александра Пасынкова. И вот таким вот образом сравнял Воронеж счет. 13-13. Ну, несколько такие события первой партии повторяются. Константин Ушаков вновь эмоционально объясняет своим девушкам, как нужно играть в волейбол. Татьяна Кошлева подтянулась к девчонкам. Возможно, сейчас ее в бой Константин Ушаков запустит. Посмотрим. Возможно, и попробует одолеть соперника теми силами, которые вот сейчас на площадке. Смотрим. Да, Ходунова остается. Пасынкова здесь. Наталья Малых также здесь. Филиштинская. И Анастасия Самойленко. Да, также на площадке. Ничего пока не поменял Константин Ушаков. Либера по-прежнему Мария Бибина. И по-прежнему подает Светлана Суховерова, игрок волейбольного клуба Воронеж. Наталья Малых. Удалось поднять Филиштинской этот мяч. И удалось Наталье Ходунова вновь отключиться. 14-13. Да, вот здесь Филиштинская молодец. Не дала соприкоснуться мячу, конечно же, с площадкой. Именно ее заслуга в том, что Динамо вышла вперед. 14-13. Фролова. От блока отправляет мяч в аут. Вот помните, да, 13-е очко целиком полностью заслуга была Ольга Фролова и Либера. Вот сейчас 10-й номер Натальи Фролова тоже постаралась. Климанова. Вновь принимает удар Пасынковой, но сами волейболистки Воронежа со своей атакой не справляются и 15-14 в пользу Краснодара пока. Наталья Малых. Вот так вот Фролова умеет и ошибаться. Ну, вернее, даже тут не стоит винить Наталью Фролову в том, что она ошиблась. Просто здорово сработал блок Краснодарского волейбольного Динамо и 16-14. Второй технический тайм-аут и Краснодарский Динамо пока впереди. Проблема, да, действительно настоящая проблема пока гости хозяевом сегодня создают. Первый сет выбрали именно они, для тех, кто только что включился, напоминаю. Во втором сете Краснодарский Динамо смогло оказаться сильнее. 25-13. С таким счетом он завершился. Ну, и вот сейчас 16-14. Впереди Краснодарское Динамо. Заканчивается второй технический тайм-аут. И Константин Ушаков что-то усиленно объясняет центральный блокирующий своего коллектива Анастасии Самойленко. Не отпускают ее просто так. Стартует, продолжается, вернее, сет номер три. Наталья Малых продолжает атаковать. Наталья Малых наша подача поддерживает. Фролова. 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 В первом сете Екатерина Громова. Сейчас встречающие части мы называем другую фамилию. Фамилию Натальи Фролова в составе сегодняшних гостей. Она вышла на замену в сете номер три. Весь сет третий она проводит и проводит пока здорово. Фролова. Ну а Наталья Малых сегодня уже четырежды здорово подавала. Четыре в ее исполнении. Вернее, Александра Пасынкова. Извините, посмотрим. На этот раз не получилось. Но в любом случае атака получилась такой хорошей. подача получилась такой хорошей. Не справились с ней должным образом игроки Воронежа. Ну и продолжит продолжится серия подач в исполнении Александры Пасынковой. Напомнила о себе Екатерина Громова 18-16 Да, не так часто как хотелось бы сегодня вспоминается Краснодарский блок. Были эпизоды, когда он срабатывал здорово, но вот сейчас например не смог справиться с Екатериной Громовой. А сейчас сама Екатерина не смогла справиться с вернее это была Никита Громова это была Светлана Суховерова не смогла справиться она с сеткой и попросту в нее ударила Анастасия Самойленко 19-16 Краснодарская Динамо впереди Римма Римма Малая 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 атакует и в общем атакует удачно Новая сила оказалась сильнее силы которой уже в составе Краснодарского Динамо числится 20-17 в пользу Краснодара Хрештинская Ваут отправляется мяч после ее подачи и вот таким вот образом по 17 очков гости зарабатывают много сегодня Краснодарские Динамо и гостям дают гости тоже в принципе молодцы четвертый номер Екатерина Ельин сейчас на подач Крючкова появилась вместо Бибина на площадке Наталья Малых с этой самой площадки никуда не уходила и 21 очко именно она Краснодарскому Динамо приносит Наталья Ходунова Открытие сегодняшнего матча лично для меня подают и Светлана Цеховерова не дает серии из подачи Наталья Ходунова продумается именно она зарабатывает 19 очков 15-21 Цеховерова Цветка фиксируется у игроков на юболе в Воронеж 22-19 мэра в Наилл цеховерова и в Воронеж в Воронеж в Светлана в Воронеж отличная блокирующая линия 2319 тайм-аут главного тренера гостей ливона джиганяна 4 очка разница 4 очка отрыва в отрыве в этом краснодарская динамо два мяча осталось отправить площадку для того чтобы во втором сайте в третьем сете извините обыграть соперниц втолковывает что-то джиганян в последний момент в последние моменты тайм-аут спекланиц суховеровой девушка которая неплохо довольно таки выглядит и если например гость сейчас уже на площадке только на тену шаков продолжают настоятельно что-то рекомендовать подопечным своим марина марюфничного подачи ну а приняла отлично александра пасынкова отлично заработала очко 24 19 несколько сетков мы сейчас увидим кстати очень довольна была александра пасынкова тем наверное как ей может быть ирине филишки может быть ириной филишкинской и передачи уж не знаю точно по губам читать сожалению не умею громова смягчает блок ее атаку и александра пасынкова ваут бьет 25 очков гости зарабатывает 24 и на клемманова сетлана крючкова на приеме паре с натальи ходуновой которая здорово с этим самым приемом справляется вот со своим со своей атакой не справляется в ответственнейший момент волейболе клопа родиши 25 20 в пользу краснодарского динамо с таким счетом завершается 2 сек а внимание всем 4 ноября это праздничный день среда в Валиграде состоится матч Динамо Краснодар Динамо Казань в Валиграде да и для всех болельщиков краснодарского Динамо который регулярно посещает свои матчи вот сейчас озвученная информация озвученная диктором конечно же еще раз я ее повторю 4 числа 4 ноября в среду краснодарское Динамо с Динамо Казанским будет играть не в краснодарском дворце спорта Олимп а в Анапе в Валиграде вот такое вот было принято решение вот такие вот они расклады ну что же делать настоящие болельщики за своей командой и в Казань наверное поедут 25 23 в пользу Воронежа 25 13 в пользу Краснодара и 25 20 в пользу опять же Динамо с таким счетом завершились первые три партии совсем скоро начнется партия номер 4 которая или станет последней или последний не станет вот такой вот я прорицатель ежели сейчас Воронеж сможет этот сет четвертый выиграть то все будет решаться в заключительном сете который играется до 15 очков но если Краснодарский Динамо выиграет то все закончится со счетом 3-1 первый сет завершился в пользу Воронежа это был первый проигранный сет в сезоне Краснодарского Динамо это был первый выигранный сет Воронежем опять же в розыгрыше этого регулярного чемпионата 2015 2016 годов 1 2 3 4 6 7 8 9 10 да сейчас опять же повторюсь 750 лет волейбольному клубу Динамо вот такой вот баннер на наших экранах в 1946 году данная организация была создана ну и в 2016 году 70-летие отметим то есть в следующем году соответственно именно в этом сезоне 70 лет было за это время много всего интересного были и прозябания в не самых высших лигах российского волейбола были и победы в кубках страны были победы в Еврокубках в Кубке Вызова в Кубке Яковой к сожалению пока не было побед в чемпионате России в Суперлиге ну что ж этот сезон длинный посмотрим чем завершится именно он я еще раз напомню никакого плей-оффа в сезоне 2015-2016 не предусмотрено сразу же первые четыре команды разыграют звание чемпиона страны и остальные серебряные бронзовые медали в финале четырех Краснодарская Динамо в четвертом сайте первое очко зарабатывает Марина Морехнич первым темпом удачно атакует соответственно продолжает оставаться на подаче Ирина Филиштинская думаю что Филиштинская это тот человек для которой болезнь Фабиолы Фабиола которая сегодня на трибунах наверное в радость именно благодаря отсутствию Фабиолы Ирина Филиштинская получает так много игрового времени чем она несказанно довольна об этом она рассказывала после первого матча сезона с Митаром Наталья Малых зарабатывает очко и пока не зарабатывает но сейчас будет еще одна атака Краснодарского Динамо Марина Морехнич темп первый точка неудачный 1-1 вот такие вот реалии пока сета номер четыре Суховерова идет на подачу Слан Суховерова Хадунова и Хадунова хотела поставить точку в этой атаке но в этом розыске но пока не поставил зато эту точку ставит блок в исполнении Наталья Малых и Марины Морюхнич часто нам показывают Наталью Малых наверное потому что во первых она очень красиво выглядит во вторых очень здорово играет не во всех эпизодах но в большинстве своем выступает хорошо Наталья Хадунова А вот сейчас был обыгран Фроловой Краснодарский блок и счет 2-2 Ирина Климанова подача в сетку 3-2 теперь уже в пользу Краснодарского Динамо Марина Морюхнич на подаче в пару к ней вышла еще одна центральная блокирующая Анастасия Самойленко в какой-то степени вышла удачно потому что выпрыгнувший в ее составе блок заставил соперниц пробить вал Марина Морюхнич 4-2 Краснодарская Динамо впереди и снова нам показывают Наталью Малых и вот вон Краснодарский блок который 5 очко Краснодарскому Динамо приносит на сей раз блок был тройным и просто невозможно с той позиции с которой атаковал волейбольный клуб Воронеж его переиграть вот видите там очень много возможностей для грамотной работы вот этого блока Краснодарского Динамо было и соответственно очко заработано Самойленко она же будет первым темпом атаковать отлично разыграли они вот этот мяч с Ириной Филиштинской 6-2 Ушла Наталья Фролова которая довольно неплохо провела второй сет и Екатерина Шкурихина на площадку в составе сегодняшних гостей вернулась наверное понятно почему Наталья Фролова хороша в атаке рост ее 184 но Екатерина Шкурихина она наверное получше в тех моментах когда нужно поставить блок она все-таки за метр девяносто между тем 3-6 Воронеж зарабатывает очко и Екатерина Громова будет сейчас подавать очень высоко идет мяч очень-очень далеко в аут 7-3 в пользу Краснодарского Динамо Наталья Малых и вот так вот Шкурихина вышедшая на замену не смогла сделать того что получилось сделать у Екатерины Громовой которая с площадки никуда не уходила из 193-х сантиметровой диагональная Воронежа зарабатывает четвертое очко для своего коллектива а Екатерина Шкурихина сейчас на подаче Филиштинская и Малых вновь Наталья попытается проатаковать попыталась и это было удачно но с такой силой летел мяч что мне кажется что даже там вмятина может быть какая-то осталась на стороне волейбольного клуба Воронеж 8-4 первый технический тайм-аут на него лидерами уходит Краснодарская динамо в два раза больше пока в этом сете очков кубанские волейболистки набрали ну вот Ливан Джигинян сколько я не смотрю на тайм-ауты которые там есть его исполнение которые он берет которые тайм-ауты вынужденные при счете 8 или при счете 16 как-то он не так активно своим девчонкам что-то обсуждают просто разъясняет эмоционально их не подстегивает не подталкивает не подталкивает чего сегодня Константине Ушакове не скажешь он сегодня довольно таки извините за выражение но криклив сейчас продолжает что-то доказывает Анастасия Самойленко своей центральной блокирующей прям на пальцах ей объясняет как нужно работать против атакующей стороны посмотрим пока вроде бы Екатерина Самойленко играет сегодня неплохо в этом сете свои очки она уже набрала ну и что ж четвертый сет продолжается продолжается он при пока лидерстве Краснодарского Динамо 8-4 на подаче тубанские волейболистки Александра Пасынкова кошмар для любой принимающей стороны лучший пока подающий игрок российской суперлиги аут и снова мы увидим Александру Пасынкову Екатерина Кромова отправляет мяч за пределы игровой зоны чему хорошо подающая Александра Пасынкова несказанно рада сглазил 9-5 впереди по-прежнему Краснодарская Динамо Римма Гончарова которая не так часто как персональным поклонником ее хотелось бы на площадке появляется Анастасия Самойленко внимлет во время перерыва к тому что рассказывает ей Константин Ушаков и вот таким вот образом начало 10-е своей команде приносит 10-5 снова двукратное преимущество Краснодарского Динамо и Анастасия Самойленко на подаче Марина Марина Марин 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 А 11-5 Марина Марина Марин единственный сегодня легионер составе Краснодарского Динамо Бразилия пока нет Марина Марин Марин родилась в Белоруссии и между прочим вот сейчас Ирина Филищинская чуть было трюк Марина Марин Марин не повторила Самойленко Малых Александра Фасынкова на приеме действует здорово и Наталья Хванова 19-5 таким вот счетом она сегодня делает молодец Наталья молодец Константин Ушаков я напоминаю что сегодня в составе есть еще два экс-игрока в волейбольном клубе Динамо 2 которые в прошлом сезоне за молодежку выступали это Ульяна Ермолаева Екатерина Синицына может быть им дать попробовать поиграть а может быть и не нужно может быть и по одному человеку в состав нужно вводить сейчас Анастасия Самойленко в сетку подала и села отдохнуть вместо нее на площадке появилась Светлана Куличкова и между прочим замена в составе сегодняшних гостей Наталья Думчева не так часто сегодня появляющаяся если мне не изменяет вообще первый раз на площадке появилась сейчас будет пытаться исправить положение а положение пока у Воронежа не самое лучшее в четвертом сете 12-6 они проигрывают Марина Мариухович первым темпом блок аут и 13-6 между прочим Наталья Думчева Думчева игрок волейбольного клуба Воронеж которая недавно на площадке появилась я смотрел материал подготовленный воронежскими коллегами и телевизионщиками так вот она рассказывала что она сама позвонила в это межсезонье в волейбольный клуб Воронеж и сама попросилась в нем играть и в общем очень рада тому что ей в игре этой самой не отказали 7-13 Светлана Суховерова отправилась на подачу комбинацию красивую комбинацию показывает ее партнерша Катерина Шкурихина посмотрим к чему она приведет Пасынкова и Наталья Малых блок переиграть ее не получается 13-8 8-13 как раз как раз как раз емчиво вышедшим нам показывают пока оправдывает свое присутствие здесь на площадке Наталья Малых и Наталья антигероем эпизода становится 13-9 9-13 Суховерова продолжит подавать по по траектории непонятной для всех полетел вот этот мяч который отправила Наталья Малых в предыдущем розыгрыше но сейчас опять же не все получилось у подающей стороны 9-14 ходунова она же смягченные блоком мяч и принимает а вот Наталья Малых ну совсем не идет у нее сегодня не сегодня вернее в последние минуты игра вновь она не может переиграть оппонента посмотрим что получится на этот раз с блоком сейчас Наталья Малых показывает что у нее все нормально именно после соприкосновения с ее руками я уверен в этом я видел эпизод отлично мяч уходит на площадку соперницы 15-9 в пользу Краснодарского Динамо 15 очко заслуга именно Наталья Малых я повторюсь а Наталья Ходунова которая здорово в этот матч сегодня вошла молодая волейболистка Краснодарского Динамо подала так что с приемом не все получилось у гостей Наталья Малых ну нужно было заработать вот это очко для того чтобы прийти в себя прежде всего в эмоциональном психологическом плане и 16-9 на второй тайм-аут вновь лидером ходит Краснодарская Динамо 9 очков всего лишь разделяет Краснодарская Динамо от победы в этом матче 16 нужно набрать волейбольного клуба Воронеж для того чтобы перевести встречу на тайбрейк посмотрим чем конечно же все закончится чем все завершится но матч вы наверное со мной согласитесь на интереснейшую мы смотрим когда нашло Динамо Краснодарская вот все эти связки которые должно должно было найти стало понятно всем что все таки два разных полосили коллектива сегодня на площадке но в любом случае команда которую сейчас делает Константин Ушаков это команда новая команда которая еще только строится вот например сейчас на площадку выходит для сразу же новые волейболистки это Наталья Малых и Наталья Ходунова которая только-только начала привлекаться к работе с основным составом волейбольного клуба Динамо вышли обе пока здорово но видно что на данный момент не все в этой химии командной которая наверное появится к матчу с казанским Динамо через две недели она не все пока нормально но это химия самая я уверен что она появится все будет хорошо Ходунова задней линии не очень удачно зато у Шкурихиной получается 10 очко для своей команды набрать Ирина Ирина Климанова подача Филиштинская и Марина Морюхнич в последний момент отправляет мяч на сторону соперниц точно в площадку попала Наталья Наталья Думчева она кстати самый высокий игрок в составе волейбольного клуба Воронеж 195 ее рост в составе Краснодарского Динамо есть девушка и повыше Марина Морюхнич метр 97 Климанова продолжает атаковать подавать вернее Александра Пасынкова 17 очко есть Марина Морюхнич на подаче сейчас железно на скамейке сидит Татьяна Кушлева видать Константин Мышлаков по-прежнему дает отдыхать но есть Александра Пасынкова которая 18 очко Краснодарскому приносит еще одна между прочим чемпионка Европы как Татьяна я конечно же имею ввиду события которые происходили в Голландии когда наша сборная в финальном матче турнира обыграла хозяек со счетом 3-0 и вновь доказывает что не зря на поле она появилась Наталья Думчева диагональная волейбольного Глупов Воронеж 15 номер именно она сейчас будет подавать честно ни разу не видела ее подача может быть у нее как раз и силовая подача есть рост позволяет посмотрим нет не будет силовой подачи так и не увидим мы сегодня таковых но зато есть очень хитрый планер с которым не справляются две краснодарские девчонки Бибина и Ходунова а вот так вот и с атакой не удается краснодарскому Динамо справиться 13-18 от 7 очков отрыва осталось 5 не мало но и не так много мы увидели сегодня что Воронеж способен отыгрывать такие большие отрывы такие большие расстояния Наталья Малых 19 очков для команды зарабатывает сама идет на подачу ... двадцатая очка зарабатывали но сейчас было здорово вот чуть ниже руки у лидера волейбольного клуба воронеж я уверен это был бы нокаут если выражаться баскетбольным языком руки этот сильнейший удар смягчили далее малых продолжает подавать 20-13 21-12 конечно довольно сложно психологически вот при таких ситуациях устанавливаться когда счет практически там когда счет вообще не в твою пользу и 13-21 я не представляю что сейчас нужно будет сказать ливону джигнян если там у него еще есть тайм-аут своим девчонкам чтобы они смогли вдруг вернуться 22-13 ирина филиштинская великолепная скидка да и вот джигнян как раз тайм-аут берет сейчас попытается что-то что-то объяснить сделать это будет очень сложно девяти очковое отставание коллектива из воронежа сейчас наверное несколько с понурыми головами девчонки которые сегодня в гостях стоят константин ушаков как-то подуспокоился и уже просто просто говорит мне не с теми эмоциями которые были ну например там в первом сете и чего которая здорово втором сайте вышла на замену но к сожалению один игрок на всю игру не сделает наталья малых на подачи думчего вновь удачное такое еще действие с ее стороны почему диагонально не играла с первых минут для меня это непонятно она в числе лидеров вообще всего коллектива по количеству набранных очков ну что же там тренеру конечно же виднее не будем ничего указывать 14 22 динам в атаке и александра пасынкова а мне показалось что было касание блока но касание блока судьями зафиксировано не было и соответственно 15 22 шкурихина подача 15 22 пасынкова сделала то что в предыдущем розыгрыше сделать и у нее не получилось она от блока отправила мяч в аут 23 15 в пользу краснодарского динамо и сама пасынкова идет подавать подают александра ну неудачно 16 23 рима гончарова человек который у которого есть персональные поклонники сегодня в зале все-таки именно в краснодаре она большую часть пока своей карьеры провела александра александра 24 16 я не боюсь нисколько сглазить конечно сейчас в том что краснодарская динамо в этом матче победит никто не сомневается но тут сколько очков еще удастся набрать сегодняшним нашим соперницам волейбольным клубом воронеж сейчас увидим сейчас посмотрим возможно итака станет последний наталья ходунова да наталья ходунова 25 очко краснодарскому динамо приносит 25 16 вот такой вот он счет вот такой вот он результат 3 1 краснодарская динамо впереди кратко напомню как вообще вот этот патч протекал первый сет неожиданно для многих завершился не в пользу сегодняшних хозяек 25 23 выиграли его воевалийские клуба воронеж зато вот во втором сете краснодарская динамо показала что с таким соперником справляться они умеют и обязаны и должны 25 13 таким результатом партия завершилась 25 20 побольше очков кости набрали в третьем сете но не хватило этих самых очков для того чтобы в третьем сете победу одержать 25 20 в пользу краснодарского динамо и решающим стал четвертый игровой отрезок четвертая партия 25 16 с таким счетом она завершилась таким образом зафиксирована победа краснодарского динамо со счетом 3 1 первый сет в этом розыгрыше чемпионата россии краснодарская динамо проиграла дальше будет конечно же сложнее я напоминаю что в следующем туре в четвертом динамо краснодарская в пятницу следующую встретиться с енисеем на выезде ну а домой кубанские волейболистки вернуться 4 ноября в среду матч с динамо казанским пройдет он в анапском волейграде и это будет я вас уверяю настоящая битва настоящая битва на которую обязательно нужно ехать на которую обязательно нужно смотреть сегодня краснодарская динамо над своими оппонентами вверх смогло взять константин первых этот матч прокомментировал режиссер трансляции олег паскаренко спасибо всей съемочной группе отрабатывались сегодня здорово очень много показывали наталью малых и это очень хорошо любите волейбол и болейте за лучшую игру с мячом до свидания а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok